Согласно поручению главы государства, Минздравом разработана и реализуется программа лечения и реабилитации детей с церебральным параличом на бесплатной основе. По прибытии в санаторий дети с родителями и сопровождающие были размещены, после чего состоялся осмотр детей специалистами. Хочется поблагодарить нашего президента Анатолия Ильича Бибилова за оказанную помощь нашим детям. В такой масштабной поездке мы впервые и мы очень довольны. Также хочется поблагодарить министра здравоохранения Суслана Утаровича за оказанную помощь, за внимание, которое уделили нашим детям. На каждом этаже круглосуточное дежурство ведут врач и медицинская сестра. Ко всем пациентам применяется индивидуальный подход. Были подобраны особые курсы лечения и режим пятиразового питания, включающий в себя блюда, адаптированные по химическому составу, энергетической ценности и технологиям приготовления, особенностям болезней и стадиям развития заболевания. Санаторий располагает профильной лечебной и диагностической базами. Имея богатейший опыт, квалифицированный медицинский персонал и современное технологическое оснащение позволяют оказывать помощь детям с наиболее сложными диагнозами. Назначаются, как правило, грязевые аппликации, грязи лечения, ванны минеральные. Большой спектр у нас физиопроцедур, много аппаратов, вы можете в отделении у меня даже посмотреть, и аппаратов механотерапии, которые направлены на разработку суставов, на укрепление мускулатуры. Юго-Осетинской делегации были продемонстрированы методы современного комплексного лечения. В санатории имеются свои соляные комнаты для лечения респираторных заболеваний. Также для оздоровительного процесса в санатории применяется ипотерапия. Имеется свой зоопарк и пруд с черепахами на обширной территории учреждения. Работает новый спокомплекс с большим бассейном и сауной. Больной укладывается на кушетку, кушетка опускается в ванну, ванна наполнена тоже минеральной водой из нашей же скважины, расслабляет мышцы, расслабляет пациента. И в зависимости от тяжести заболевания позвоночника подбираются специальные грузы. Указом президента министр здравоохранения наградил за большой вклад в развитие дружественных отношений между Республикой Южной Осетии и Российской Федерацией Орденом Дружбы полковника Медицинской службы запаса, заслуженного врача Российской Федерации, начальника санатория Юрия Николаевича Пономаренко. Спасибо. Спасибо президенту. Спасибо вам. Министром здравоохранения и социального развития Республики Южная Осетия с Усланом Наниевым достигнута договоренность с начальником санатория о продолжении сотрудничества. Теперь пройти лечение в Евпаторийском санатории смогут и взрослые с серебральным параличом. Бесплатно и на систематической основе.